Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1107. Событие дня. Второзаконие 32-35. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них. 27 декабря 2018 года. А зачем вы такой эпиграф взяли? Ну, я меняю этот эпиграф. Кто-то для себя извлечет пользу. Это слова тоже Господние. Ну и объявление от робот об умершей. Заголовок какой. Как Анастасия выпросила у Бога 10 лет жизни. И они уже прошли. Это мы в больнице с ней были. А дальше ее отпевание идет. Вспоминки. Вот идет где. Ну и вот. Желание помочь оказать. Кто-то. На четверых ребятишек. Вот ответ. Ну, непонятно. ООН пишет. Правильно или нет, но я рассуждаю так. Самая основная книга. Святая Святая Евангелие. Не спроста она находится на алтаре у священника, где сказано, какую молитву считать от Матфея, 9 стиха по 13. И отталкивается от Матфея, глава 6 стих 7. Не будет ли это противоречить, когда считаешь другие молитвы, кроме Отечея наш? Толкование святых отцов никогда не читал. Но смотрел ваши занятия, когда разбираетесь, ссылаетесь на эти толкования. Мне всегда казалось и кажется, что каждый человек должен понимать это по-своему, по уровню его умозаключения и делать выводы. Ведь Евангелие переведено на русский язык именно так, как оно и есть. Если там написано, например, яблоко, я понимаю, что это яблоко. И не отталкиваясь от толкований, где, допустим, сказано яблоком, называли то-то, имели в виду то-то. Наверное, я еще слишком мало знаю еще. Надеюсь, что через вас узнаю больше. Спасибо за ответ. Если можно было раз в день или в неделю задавать один вопрос тут, в чате, не буду спамить и отвлекать. Вот каждый должен понимать. Вот это я и объясняю. Не все толковать могут, да и не разрешено самим Писание сие. От разных толкований возникли ереси, секты и прочее погибельное. Вот почему Бог ставит пророков, апостолов и учителей-толкователей. И они уже известны. Вот читаем мы книгу пророка Неемия. Книга Неемия, 8-8. Это 8 глава, 8 стих. Я сейчас это выделю, чтобы потом было легко искать. И считали из книги, из закона Божия, внятно. То есть то, что написано. И присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Когда? Толкование. Яков 3,1. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Вот так, как Петр пишет, что Павел пишет что-то, что люди некоторые превращают, как и проще, к собственной погибели. Неудобно разумительное. 2 Петра 2,1. Были лжепророки у народа, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 1 Тимофей 1,7. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, и ни того, что утверждают. 2 Тимофея 4,3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые сели бы слуху. Две буквы тут пропущены, я не могу объяснить даже почему и как. Ну, тут переписывал, а разное могло быть такое. Но я по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые сели бы слуху. 1 Коринфянам 12,28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, то есть за ними, которые идут, и в-третьих, учителями. Эфессианам 4,11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, а иных пастырьми, учителями, не пасторами. Вот, я был в Потеряевке. Один подписывается так. Пишет на фото. Кого он, не женатый, без детей в деревне-то, трогает рукой-то? Если по вашему уставу, мальчикам запрещено дотрагиваться до девочек. Ну, я сейчас даже покажу, где вот, увеличусь сейчас побольше. Слово «пояс»? В самом начале, наверное. А здесь-то остается тогда. А пояс. А здесь-то фотографов не найдете. Слово «пояс» в Святой Библии упоминается 102 раза. Вот он. А что? Вот стоит, видите. Он стоит, обнимает. Тут сразу жены нет, детей нету. Но это крещение прошло. Вот он стоит, Роман. Какой он приятный, смотри. Чистенький, доброжелательный. И вот поздравляет. А она ниже ростом... Он не рассмотрел, поторопился осудить. Но это нехорошо даже. Вот я дальше все ему это выговариваю. Роман. Во-первых, я же просил уже многократно, чтобы ставили полное свое фото, без всяких безбожных выкрутасов. Под своей фамилией и именем. Все иное есть неправда и ложь. Разносолово, лукаво под названием «Ники и Аватары» – все это баклуши дьявола по ногам их владельцев. Во-вторых, если этому нашему правилу не покоряетесь, то будете заблокированы. Во-вторых, как говорят, слышал звон, да не знаешь, где он. Это правило, даже не прикасаться к девочкам, просуществовало 45 лет в нашем православном лагере Стане. Но лагерь расформирован. Вот еще тебе неизвестное разве. Правило для лагеря Стана, для детей, здесь же мужчина с бородой, Роман, малыш, поздравляет новокрещенную благодатскую надежду, у которой сын может быть вашего возраста. Ты же тыщешь в пустоту, явно выискивая некую греховность или нарушение деревенского правила, которого никогда и нигде не было. В деревне-то никогда не было, это только для детей, мне надо детей было сохранить. И все это оправдалось. Ты слышишь ли, что нужно тебе тотчас же и сделать? Подпишись своими именем и фамилией. Смотри, как делает Калейников Виталий, Владимир Пащенко, Никита Колесников. Роман. Хорошо. Изменил учетную запись на Ябл. Потеряевки, на Роман Фроликов. А я задал сегодня вопрос такой. Что значит пословица «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом?» И в интернете нашел, это все есть. Одна пишет, насколько я понимаю, смысл данной пословицы заключается в том, что без малейших амбиций человек не станет серьезным специалистом и в том деле, которым занимается на данный момент. То есть у каждого должны быть стремления расти и продвигаться вперед, иначе он просто будет деградировать. Жизнь не стоит на месте, постоянно что-то происходит, меняется. И человеку, чтобы жить достойно и добиваться периодических целей, необходимо постоянно чему-то учиться и развиваться в различных направлениях. На примере самой пословицы можно рассмотреть такой нюанс, что если солдат на первом этапе не задается идее расти вверх, стать генералом, то он никогда не станет полностью пригодным и для солдатской службы. И само собой разумеется, что человеку не стоит ждать милости от природы или судьбы в плане роста как карьерного, так и общеобразовательного. Нужно всегда прилагать какие-то усилия. И только в этом случае удастся, если не приумножить свои достижения, то хотя бы сохранить то, чем он владеет на данный момент. Так как жизнь будет выставлять перед ним все новые и новые требования. Если рассмотреть как пример успешных бизнесменов, то нужно подчеркнуть, что они практически никогда не расслабляются. Так как понимают, что если все пустить на самотек, можно очень упустить много и потерять. Нужно постоянно держать руку на пульсе, работать, развиваться, чтобы шагать в ногу со временем и добиваться новых высот. Другой человек пишет. Пословица о солдате, как о потенциальном генерале, напоминает считателю о том, что без малейшего желания развиваться этого развития не произойдет. И более того, наступит деградация того состояния, которое есть сейчас. Разговор, как я поняла, не только о воинских задваниях, хотя и о них тоже, безусловно. Речь может пойти о стремлении к спортивным достижениям, и о интеллектуальном развитии, и о любой штатской карьере. О любом движении человека по направлению вперед-вверх. Можно сказать, что данное выражение полностью оправдывает и даже призывает к любому самосовершенствованию и прочь хорошо мотивированному солдату генеральский чин. Еще один. Пословица, конечно, известна. Но я, как полковник в отставке, хочу сделать одно небольшое примечание. Дело в том, что все офицеры, генералы и маршалы тоже являются солдатами. А у тех ребят, у которых погоны чистые, звание рядовой. Суть пословицы в том, что в армии существует традиция стремиться к высшим чинам. Им за звездочки платят. Когда есть стремление и честолюбие, человек горит на работе, в том числе и на гражданской. А нет, значит, нет горения и старания. А это, как говорится, не есть хорошо. Еще эта пословица говорит о том, что люди, не имеющие стремления достичь большего, не имеют ценности для общества. Не обязательно речь идет о воинской службе. В любом предприятии, организации человек, который выполняет свои обязанности, не стремясь к карьерному росту, делает это без энтузиазма. Не обучаясь и не развиваясь. Поэтому его навыки, в конце концов, устаревают, и он становится ненужным. Даже те, кто говорит вслух «никогда не буду начальником» в глубине души, надеются на чудо. А для того, чтобы добиться чуда, необходимо развиваться и расширять свои знания, выполнять свои обязанности. Хорошо, и даже вмешиваться в дела других, интересуясь и помогая. Охотник какой-то. Чем выше человек ставит себе планку в жизни, тем больше он добьется. Если родовой хочет стать генералом, то он добьется гораздо большего, чем рядовой, который ставит себе целью просто получить офицера. Если человек ставит высокие цели, он добивается больших успехов. Если человек ставит реальные цели, то добиться чего-то больше будет для него крайне сложно. Значит, надо именно то, что невидимое. Юрий Соболев. Хороший новый ролик, Игнатий Тихонович. Спаси Христос. А я ему сразу ответил. Рад стараться, господин начальник. А Юрий. Благодарю за юмор, Игнатий Тихонович. Однако же увольте покорно от всего. Ибо премудрый Соломон нас предупреждает. Строг суд над начальствующими. Премудрый Соломон, 6.5. Я отвечаю. Что значит пословица «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»? Вот так. Наверное, надо это поместить. 11 страница. Как сновидение по пробуждению. Я тут уже подготовился. А это я беседую с Лидией. И вот кто-то зашел. Это гиппопотам или кто не знает, Грилс. Игнатий Тихонович. Ее напор и нрав тяжело даже слушать. А вы умеете находить язык с такой женщиной-локомотивом? Какой эпитет дает. То есть это похвально. Галина Влеска. Мир вам. Полистала и посмотрела. И Стива, и Жастаса. Сложилось следующее. Лидеры, боголюбцы, свободолюбцы, маргиналы, ущеба деток на дому. Те под себя. Стремления по типу лыковщины. Природа, бог, человек. Начала комментировать их ролики. Потеряевка иного формата. Вот это поворот. Если Лапкин влюбит в православие этих двоих, Стива и Жастаса, то тут недалеко и до обращения многих американцев в православие все очень просто. Стив хорошо знает английский, но не владеет русским. Своим примером он может показать, как жить в России хорошо. Например, жизнь в Потеряевке. Он может снимать видео в Потеряевке на английском языке. Называть их по-английски. Итог. Многие американцы смогут понимать и некоторые полюбить простую русскую Потеряевскую жизнь. Ну а что Жастас? У него детей, конечно, поменьше. Всего четверо. По-моему, четыре дочки. У него тут написали выше. Но он знает и в совершенстве английский и русский. А это значит, что он, взяв в руки камеру, как Володя Пащенко, может на лету переводить золотые слова Игнатия Тихоновича. Тем самым, показывая американским зрителям настоящую проповедь великого проповедника и исповедника Христова Игнатия Лапкина. Галина Влеска. Семья Жастаса Уолтера, веселого, молочника, из села Сталя Лешина, полностью говорит на русском. Жена Ребекка и четыре дочки. Вычатся на дому. Говорит Дэр в своих роликах, что они православные. Жастас Уолтер. Наставления библейские любят преподавать. Еще одежда, а не лего. Верно люди пишут. Стоит лишь добавить, что люди-американцы, да и не только на земле, полтора миллиарда знают английских-то. Они смогут узнать и слушать Игнатия через переводчика, если таковым вдруг станет Джастас. У Игнатия хорошо идет дело в плане Ютуба. Пора осваивать Америку. Используя воображение, как говорит Игнатий, говоря о лидерах-то, результаты могут быть более масштабные, чем даже представляет сам Игнатий. Он может стать тем недостающим Кириллом и Мефодием для английских стран, используя интернет этих двоих Стива и Джастаса. Но пока первая ступень. Эти двое Стива и Джастас еще даже и не были в Потеряевке. Не знаю, попадают ли на чтение эти сообщения, что здесь пишут к Игнатию. Считает ли тут или нет, непонятно. Но интересно бы, если бы он прочитал, будет знать, в какую историю мирового масштаба может вляпаться. Это обо мне, что ли, говорит? В хорошем смысле слово, конечно. Добрый плотник. Добрый день, Игнатий Тихонович. Может, у вас есть точный, достоверный материал, почему христиане допускают в свою жизнь верование в предание языческой культуры? Например, коляды, колядки, хождение в козлины шкуры и пение глумливых песен. Я уверен, нужно об этом людям говорить. У нас в Беларуси, даже по государственным каналам, поздравления не в честь рождения нашего Иисуса, а какого-то коляды. Бог ревнует об этом. Спаси Христос. Не поклоняйся Ему, не служи Ему, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вино отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Исход 20 глава, 5 стих. Галина Аврельская. Мир вам. Изучила по соцсетям присутствие жаса Суолкера Молочника, полагается в своих фермерных трудах на Библию, как он сам называет книгу «Настольная для каждого предпринимателя». Подтверждают слова Лидии, что это результат американской свободы и веры, в том числе. На свой сектантский фундамент положили русские земли, язык, сарафаны, платочки и так далее. Они, американцы-то, и будут глубоко просчитывать районную выгоду сыроделания. А это горы, предгорье. Везде на ресурсах жаса составила ваши координаты. Даже ваш телефон, он очень активный и веселый, с Богом. Борис. Роман, вот видишь, пока Игнать Ильич не сделал замещание, хотя он неоднократно предупреждал, ты даже глазом не моргнул. Ну, как можно учить других, когда сам-то не выполняешь указания наставника? Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Послание Иакова 2.10. Евгений. Без этого послания покаяние теряет смысл. Слава Иакову. Слава Христу. Тот красочный пример, когда одно предложение вершит реальность. Роман. Каждый христианин, тем более православный, обязан всегда везде всем благовествовать, потому что благовествие – это не значит учить. Это значит поделиться радостной вестью, новостью. И все. Об этом говорит Бог Евангелия и Игнатий Тихонович тоже. Для вас Игнатий Тихонович является наставником? Борис, тебе уже неоднократно сказано мое мнение о благовестии. Прошу эту тему со мной не обсуждать. Пожелание к тебе, имея уважение к старшему по возрасту, по званию и вообще к людям, у которых жизненный опыт намного выше твоего. Посмотри, как уважительно говорит Игнатий Тихонович о людях, которые были к нему, ну скажем, не совсем лояльны. Роман, я вас тоже уважаю, Борис Семенович. Ксения, мир всем. На позапрошлых занятиях в противосектантском тексте было сказано «Благовестие – устная проповедь». У меня есть опыт благовестия с женщинами, около ста человек. Общалась в чате ВКонтакте и своего опыта малого могу сказать, что люди нуждаются в объяснениях, научениях. Без этого, слыша благую весть, некоторые останавливаются, на этапе «услышали-приняли» к сведению. Это так называемая вера в душе. Но когда показываешь толкование святых отцов, по ним объясняешь, у людей открываются глаза. Роман, хорошо, что у вас так. Игнатий Тихонович говорит, что надо говорить о том, что уже знаешь. И по мере увеличения знаний говорить о том, что узнал еще. В этом нет ничего зазорного для того, кто постоянно ощущает себя нищим духом по заповеди Евангелия. И не может молчать, потому что он хочет поделиться с людьми радостью. Что он хочет поделиться, переполняет его от избытка сердца простой благодарности. Любви к нему и людям. Что также является обязательством по Евангелию. Борис. «Ксения, полностью с вами согласен. Жаль, что Роман этого никак не может понять. Я думаю, что им руководит гордость. К сожалению, как известно, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иакова 4, 6. «Роман, понимаю, что говорите вы. И говорю вам о том, как во свете Библии, и о том, как говорит об этом Игнатий Тихонович. Вера без дел мертва. Самая неотъемлемая обязанность православного – благовествовать всегда, везде, всем. Дмитрий, мир вам, Игнатий Тихонович. Разрешите с вами посоветоваться. Я из молодой семьи, 8 человек, и я самый старший. Младшие братья и сёстры обижают друг друга и периодически ссорятся по мелочам. Что я могу сделать, чтобы у нас была любовь друг к другу? Когда мы отдыхаем или смотрим фильм, или на день рождения идём, все дружат и общаются. А когда приходят проблемы, что-то поделить, обязанности по дому, работе, дети ссорятся и ругаются. Ко мне дети иногда прислушиваются, но иногда напрямую говорят, что не хотят, чтобы я их учил. Родители с детьми эти темы не затрагивают. Что я могу сделать со своей стороны, чтобы была любовь и мир в семье? Ну, раз не слушают, один раз сказал, да и отойди сам, молись, делом показывай. Ну, а с телом не заставишь, тем более их много. Я говорю, беседовать только по скайпу, и Дмитрий отвечает. Я давно хотел с вами поговорить, но у меня непростая ситуация в семье с родителями. Я переживаю, что если я скажу что-то не то, это попадёт в интернет. Они это могут увидеть, и будет какое-то неустройство в семье. Но я молюсь, если мы не поговорим, ничего страшного. Всё равно благодарю за вашу поддержку. Карина. Благодарю вас, Игнат Тихонович. Я уже больше года просматриваю ваши ролики. Понимаю вас очень хорошо. Я и сама горю желанием благовествовать, но считаю себя недостаточно посвящённой и очень грешной. Вот не так давно началось изучать Библию. Постепенно, с каждым днём открывается что-то новое. Я пытаюсь делиться своими открытиями со своими домашними, знакомыми, друзьями. Каждый день, но через силу заставляю себя вставать на молитву. По возможности посещаю храм. И вообще, я не совсем прилежная христианка, всё та же грешница. Надеюсь на помощь Господа нашего Иисуса Христа. «Слава Ему ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». Вот так на «Аминь» и закончила. Ещё показать наши ресурсы, чтобы знали, куда заходить. Вот это у нас «Мой мир» вот так выглядит. Если я где-то с голубем, там не надо трогать. Это вот ленточная православная форма Магнатия Лапкина. А вот это вот у нас, ну вообще смотреть, который вот я выставил. Вот эту поставил, где вот ароман-то стоит. Вот. Вопрос о поясе. 289. А вот тыква стала деликатесом для кошек. 1152. 12 часов назад. Вот так. Ну и третий, очень разветвлённый, православный библейский сайт. Вот эти Библии. Ну и всё на этом сегодня. Чё, из дома не выходил голубей, воробьёв, жуланов накормил, кошек накормил. Ну и всё. Воронёв. Продолжение следует...